Глава одиннадцатая И опять я не мог заснуть. Я принял Кремор-Тартару и, наконец, решил, что приступы моей крапивницы вызываются теплотой постели. А между тем, как только я переставал стараться уснуть, как только я зажигал лампу и начинал читать, раздражение кожи уменьшалось, но стоило мне погасить лампу и закрыть глаза, как все тело начинало чесаться. Так проходил час за часом, и в промежутке между тщетными попытками уснуть я успел пробежать много страниц отшельника Рони. Занятие, должен сказать, не слишком веселое, ибо произведение это целиком посвящено микроскопическому, утомительно-тобросовестному исследованию телесных страданий, нервных потрясений и умственных аномалий Наэля Сервеза. Я, наконец, бросил книгу, послал к чертям всех французов, питающих пристрастие к анализу, и до известной степени успокоился на более жизнерадостном и циничном стендале. Над моей головой раздавались мирные шаги мистера Меллора, ходившего взад и вперед. В четыре часа была смена вахт, и я узнал старчески тяжелую поступь мистера Пайка. Полчаса спустя, как раз в тот момент, когда замолчал будильник буфетчика, мгновенно остановленный этим бессонным азиатам, Ильсинора накренилась. Мне было слышно, как мистер Пайк зарычал и залаял, отдавая какие-то приказания, а потом до меня донеслись топот и шарканье нескольких десятков ног. Очевидно, команда возилась со снастями. А Ильсинор укренило все больше и больше, и, наконец, через мой иллюминатор, я увидел воду. И вдруг судно выпрямилось и понеслось вперед с такой быстротой, что сквозь кружок из толстого стекла надо мной я услышал шипение пены и плеск волн. Буфетчик принес мне кофе. Уже совсем рассвело, а я еще долго читал, пока Вада не подал мне завтрака и не помог мне одеться. Он тоже жаловался, что ему не давали спать. Его поместили вместе с Нанси в одной из кают средней рубки. По его описанию положение было такое. В крошечной каюте с железными стенками. Когда дверь была заперта, было буквально нечем дышать. А Нанси требовал, чтобы дверь была закрыта. И вот мой Вада, занимавший верхнюю койку, задыхался. По его словам, воздуху было так мало, что лампа, как не выкручивал он фитиль, начинала мигать и, наконец, совершенно отказывалась гореть. Нанси храпел, как ни в чем не бывало, а он, Вада, не мог сомкнуть глаз. «Он нечистый», — говорил Вада. «Он свинья. Я больше не буду там спать». Поднявшись на ют, я увидел, что Ильсинора с подобранными парусами несется по бурному морю под низко нависшим, покрытым тучами небом. На вахте был мистер Меллер, шагавший зад и вперед совершенно так, как он шагал за несколько часов перед тем. И мне понадобилось некоторое усилие, чтобы сообразить, что он сменялся с вахты от четырех до восьми. Но из-за такой короткий промежуток он, по его словам, успел поспать с четырех до половины восьмого. «Да, чем я могу похвастаться, так это способностью спать, мистер Патгерст», — сказал он. «Я сплю, как малый ребенок. А это означает чистую совесть, сэр». «Да, чистую совесть». И пока он изрекал эту плоскость, у меня было неприятное ощущение, что то постороннее существо внутри его черепа все время неотступно наблюдает за мной. В кают-компании капитан Уэст курил и читал Библию. Мисс Уэст не показывалась, и я благодарил судьбу за то, что к моей бессоннице не присоединилась еще и морская болезнь. Ни у кого не спрашивая позволения, Вада устроил себе ночлег в дальнем углу большой задней каюты. Загородив этот угол, основательно скрепленные веревками стеной из моих шундуков и пустых ящиков из-под книг. День выдался довольно унылый, без солнца. Поминутно брызгал дождь и не смолкал плеск волн оборта. Я не отрывал глаз от открытой двери кают-компании, выходившей на главную палубу, и мне было видно, как несчастных уже и так насквозь промокших матросов окатывало водой, когда они возились с канатами. Несколько раз я видел, как их валило с ног и швыряло по палубе под брызгами шипящей пены. И среди этих жалких, падавших, цеплявшихся за что попало перепуганных людей, твердыми шагами, ничуть не шатаясь, прямой и спокойный, уверенный в своей силе и своем умении удерживать равновесие, расхаживал или мистер Пайк, или мистер Меллар. Ни того, ни другого ни разу не свалило с ног. Ни тот, ни другой никогда не отскакивали от летевших брызг пены и даже от тяжелой, набежавшей на палубу волны. Эти двое питались другой пищей, были проникнуты другим духом. Эти двое были железные по сравнению с теми несчастными подонками человечества, которых они подчиняли своей воле. Перед обедом я задремал на полчаса в одном из больших мягких кресел кают-компании. Если бы не сильная качка, я проспал бы несколько часов в этом кресле, так как моя крапивница не мучила меня. Капитан Уэст в мягких ковровых туфлях растянулся на диване в той же каюте и спал завидным сном. Но и во сне по какому-то инстинкту он держался крепко на месте и не падал на пол. Он даже не выронил недокуренной сигары, которую слегка придерживал двумя пальцами правой руки. Я наблюдал за ним целый час. Я видел, что он крепко спит и мог только удивляться, как он ухитряется сохранять свое удобное положение на диване и не роняет сигары. В этот день у нас после обеда не было музыки. Мистер Пайк должен был идти на вторую ночную вахту. И, кроме того, как он мне объяснил, нас слишком качало. Иголка граммофона шла бы неровно и могла поцарапать столь дорогие его сердцу пластинки. А я все не спал. Еще одна томительная бессонная ночь и еще один печальный пасмурный день и свинцовое бурное море. И никаких следов мисс Уэст. Ваду тоже укачало, хотя он геройски оставался на ногах и даже пытался прислуживать мне со стеклянными невидящими глазами. Я отослал его на койку и читал без конца, час за часом, пока не устали глаза и мозг от бессонницы и переутомления не отказался служить. Капитан Уэст неразговорчив. Чем больше я его вижу, тем больше становлюсь в тупик. Я не нашел еще объяснение тому, первому впечатлению, какое он произвел на меня. У него вид и манеры человека, стоящего выше окружающей среды. Но право я начинаю подозревать, не есть ли это только вид и манера держаться, и ничего больше. Как в первую нашу встречу. Прежде чем он заговорил, я ожидал услышать от него слова неизреченной мудрости, проникновенные слова, и не услышал ничего, кроме банальных фраз светского человека. Так и теперь я был почти вынужден прийти к заключению, что за всей этой его породистостью, за его орлиным профилем, говорящим о нравственной силе, за всей его изящной, высокоаристократической внешностью, не скрывается ровно ничего. А с другой стороны, я не нахожу причин отбросить мое первое впечатление. Правда, он еще ничем не проявил свои силы, но ничем не проявил и слабости. Минутами я дорого бы дал, чтобы узнать, что таится за этими ясными голубыми глазами. Несомненно одно, моя попытка разгадать его со стороны его умственного багажа не удалась. Попробовал я дать ему прочесть Вильяма Джеймса. Он пробежал несколько страниц и возвратил мне книгу с откровенным заявлением, что она не интересует его. Своих книг у него нет. Он, очевидно, не любитель чтения. Так что же он такое? Я решился пощупать его со стороны политики. Он вежливо слушал, говорил «да» или «нет». И когда я замолчал, совершенно обескураженный, он не сказал ни слова. Как недалеки были оба помощника капитана от матросов, еще более далек был от своих помощников капитан Уэст. Я ни разу не слышал, чтобы к мистеру Меллору, когда они встречались на юте, он обратился хоть с одним словом, кроме «доброе утро, сэр». Немногим многословнее были и его разговоры с мистером Пайком, с которым он три раза в день ел за одним столом. Меня даже удивляет то резко бросающееся в глаза почтение, с каким мистер Пайк относится к своему капитану. И вот еще что. В чем состоят обязанности капитана Уэста? До сих пор все его занятия заключались в том, что он ел три раза в день, выкуривал много сигар и каждый день отмеривал шагами на юте по меньшей мере милю. Всю работу исполняют помощники, и работу тяжелую, четыре часа на палубе и четыре внизу, днем и ночью, без всяких изменений. Смотрю я на капитана Уэста и изумляюсь. Он способен часами валяться в качалке и смотреть в пространство прямо перед собой. Я выхожу из себя, глядя на него, и меня так и тянет спросить, о чем он думает. Я даже начинаю сомневаться, думает ли он вообще о чем-нибудь. Нет, бог с ним. Я решительно отказываюсь его понимать. Безнадежно удручающий день. Потоки дождя и потоки морской воды, хлещущей через палубу. Теперь я вижу, что провести судно вокруг мыса Горн с грузом угля в пять тысяч тонн – задача много серьезнее, чем я полагал. Эльсинора сидит в воде так глубоко, что снаружи ее можно принять за плывущее бревно. Ее высокие шестифутовые стальные борта не спасают ее от нападений моря. У нее совершенно нет той поворотливости, какую мы привыкли приписывать парусным судам. Напротив, она до того перегружена, что совсем омертвела. И я прихожу в ужас, когда думаю, сколько тысяч тонн кипящей воды Атлантического океана вкатилась в один только сегодняшний день на ее палубу. И какое количество этой воды она выплюнула обратно через свои шпигаты и клюзы. Да, удручающий день. Два помощника аккуратно сменяли друг друга на палубе и на койках. Капитан Уэст дремал на диване в кают-компании или читал Библию. Мисс Уэст все еще страдает от качки. Я дочитался до изнеможения. В голове от бессонни состоит туман, наводящий на меня меланхолию. Даже Лада представляет собой далеко не веселое зрелище. Когда он выползает со своей койки и смотрит на меня стеклянными больными глазами, стараясь угадать, нуждаюсь ли я в его услугах. Мне почти хочется, чтобы и меня тоже укачало. Я и не воображал, чтобы путешествие по морю могло быть таким беспросветно унылым. Продолжение следует... Продолжение следует...